И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос, да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. Размышления, часть первая. Помощь в испытаниях. Первое послание к фессалоникийцам, 3 глава, с 1 по 5 стих. Павел объясняет, с какой целью отправил Тимофея в фессалоникийскую церковь. Сам он не может покинуть Афины, поэтому посылает к ним Тимофея, чтобы заверить церковь в своей любви к ним, узнать, как они переносят испытания и гонения, и укрепить их в вере. Павел ободряет фессалоникийцев не колебаться в скорбях и искушениях. Современные христиане тоже могут столкнуться с гонениями и искушениями, но так же, как Тимофей, который был послан в помощь фессалоникийцам, мы можем помогать друг другу в испытаниях и борьбе с их искушениями. Будучи сработниками Бога, мы помогаем друг другу не только в распространении Евангелия, но и в духовном росте. Применение. Какие испытания и искушения вы проходили и преодолевали? Каким свидетельством вы можете поделиться, чтобы помочь другим поступать так же? Размышления, часть 2. Ободренный верой. Первое послание к фессалоникийцам, 3 глава, с 6 по 13 стих. Тимофей возвращается из Фессалоник и приносит Павлу хорошие новости о положении дел в тамошней церкви. Церковь растет в вере и любви. Павел рад слышать, что они скучают по нему, как и он скучает по ним. Апостол искренне молится, чтобы они возрастали в любви и вскоре могли увидеться. Наше непоколебимое доверие Иисусу Христу и выражение горячей любви к Нему может послужить сильным ободрением и укреплением веры для других христиан. Давайте использовать все возможности, даруемые Богом, чтобы проявлять любовь Христову к братьям и сестрам по вере. И давайте подражать фессалоникийской церкви в их крепкой вере и любви. Применение. Как часто вы проявляете свою любовь и веру по отношению к другим? Какие возможности вы можете использовать, чтобы проявить любовь к братьям и сестрам во Христе? Молитва. Отец Небесный, ты источник любви и веры. Прости меня за то, что во времена трудностей и искушений я забываю об этом. В такие моменты помоги мне, пожалуйста, вспоминать, что ты рядом и ты благ. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, мы запускаем телеграм-канал издательства. В канале мы будем публиковать ежедневное тихое время, делиться анонсами новых книг и мероприятий, рассказывать о жизни издательства. Из-за трудностей в работе Ютуба мы очень хотим продолжать оставаться с вами на связи и приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Мир Божий, дорогие друзья!